Добрый вечер! В прямом эфире с последними новостями Ararat News. В студии работает Лиана Галуян. Подведем итоги дня. СМБ Армении передало в суд 5 дел о госизмене. За текущий год служба национальной безопасности Армении уже передала в суд 5 уголовных дел о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-центре силового ведомства. Отмечается, что предварительное следствие по этим делам завершено. Обвиняемыми по ним проходит 12 человек. В СМБ добавили, что 4,5 уголовных дел были переданы в суд в июле. Согласно обнародованным данным, в результате антикостарственной деятельности граждан страны иностранные спецслужбы узнали о видах вооружений и военной техники, имеющихся в распоряжении армянской армии, о передвижениях и дислокации войск и формирований, их количестве, а также о количестве личного состава, о возможной тактике ведения боя и тому подобное. Иностранные спецслужбы получили четкие координаты расположения армянских сил. В агентурную сеть были вовлечены бывшие и действующие военные, по службе имевшие доступ к конфиденциальной информации военного характера. Армянские миротворцы продолжают свою миссию в Косово. Армянский миротворческий контингент продолжает миссию в Косово. Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Арам Таросян сообщил, комментируя обострение ситуации в регионе. Решение самопровозглашенной Республики Косово запретить въезд автомобилей с сербскими номерами и документами, которое должно было вступить в силу с 1 августа, вызвало резкий рост напряженности в крае. Позже косовские власти острочили запрет на месяц. Напомним, что армянские военные участвуют в миротворческих операциях в Ливане, Афганистане и Косово в составе европейских контингентов. Кроме того, гуманитарная миссия врачей и саперов работает в Сирии. Саперы нашли снаряды в селе Давидбек Сюникской области. В Армении специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы проводят работы по очистке территории села Давидбек Сюникской области от неразрывавшихся боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе Центра, работы в Давидбеке начались 18 июля. В результате разминирования найдены и обезврежены четыре снаряда и один взрыватель. Двое армянских бойцов завоевали медали на юниорском чемпионате мира в Риме. Две бронзовые медали завоевали армянские борцы-вольники на чемпионате мира среди юниоров Ю-17, который проходит в Риме. Как сообщает Федерация борьбы Армении, Размики Примян одержал победу над представителем Казахстана Алишером Холдазбаем, а Арман Арутюням победил спортсмена из Ирана Амир Хамада Навази. Чемпионат мира Ю-17 по спортивной борьбе проходил в столице Италии с 25 по 31 июля. Новый проект в Лории может стимулировать туристические потоки в область. Ряд туристических организаций и компаний, позирующихся в Лорийской области Армении, создали общественную организацию «Ущелье сокровищ», которая призвана раскрыть туристический потенциал региона и привлечь дополнительные туристические потоки. Об этом рассказал соучредитель организации ВАЗГЭ Хачикян. Вместе с тем Хачикян добавил, что сплотившиеся вокруг ущелья сокровищ компаний и организаций представляют самый разнообразный туристический продукт. От рафтинга на дебете до участия в приготовлении самогона. Также у гостей области будет возможность попробовать блюда лорийской кухни, а также армянской средневековой кухни. В свою очередь, армянки Филян, еще один соучредитель компании, отметил, что в Лории открывается новая туристическая эпоха. По его словам, в этом году заметен существенный рост туристов, большинство из которых россияне. Из европейских туристов Лории особенно привлекает граждан Германии, которые предпочитают приключенческий туризм. Темпы распространения COVID-19 растут. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшую неделю достигло 426 799, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Таким образом, за неделю количество случаев инфицирования увеличилось на 1434. В тот же период от коронавируса излечилось 908 человек. Число граждан, находящихся на лечении, составляет 1666 человек. Согласно официальным данным, в указанный период было зарегистрировано два случая смерти от осложнений коронавируса. Синоптики представили прогноз погоды в Армении на ближайшие несколько дней. В отдельных районах Армении в понедельник ожидаются краткосрочные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. Вместе с тем отмечается, что в долинах и предгорьях республики сохраняется высокий риск возникновения пожаров. На севере страны в Шираке днем 1 августа температура воздуха составит 31 градус, а в южной части, в Сюнике, воздух прогреется до 36 градусов тепла. В предгорьях области до 30 градусов выше нуля. В Ереване с 1 по 5 августа синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем 1 августа столбик термометра в Ереване поднимется до 38 градусов. Это были все новости на данный час. В студии работала Леана Галуян. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok